Господи, слава Тебе! Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытилась на земных Твоих благ, и решила Сынебесного Твоего, Старственного, яко посреди очень импортно, и решила Всю Спасию, мир дая им. Я повторю кое-что для памяти Вам. Вот сегодня, я не знаю, когда дядя Люба была, вчера сегодня ягоды привезла. Мы с ней ходили, мы зашли к ней, она дала. Вчера они к ней ходили, она дала. Дала. Она дала так называемой ягодой Виктория. 12 ягодок. Но у нас 24, дежурным сказал, чтобы они поделили. Поделили, и попал ягодки, всем разнесли. Так вы это запомните. У нас обслуга отдельно за углом ничего не съедает. Мы читали в других лагерях, наливают, и они не доедают, и чашки не показывают. Которые там дают, им они в одно место сливают, а в обед дают обедки другие. Почему детей так много у них под капельницей? 96 человек сразу оказались. 96. Отрава. Там сметана какая-то и прочее. Писали, сделали проверку ресторанов, поезд который идет. Проверили там 186 поездов. 185 нарушений. И только в одном ресторане не было нарушений. Он был закрыт на ревизию. Все. Недоеденные, недопитые в одно место сливают. Почему? Бога нет. И все можно делать. У нас этого нет. Недоеденного нет. Мы все довезаем. Мы за все Бога благодарим. Я сейчас услышал известие такое, что вот Андрюша, выйди-ка сюда, все время наклоняется на чашки. Это явно нарушение. Лекарство какое? Самое простое. Сесть около меня, рядом, напротив. Ни одного нарушения нет. Я щашку вот обвинул, хребаю. Совершенно нормально. Он даже попытки не сделал, чтобы наклоняться. Почему? А потому что у меня в правой руке ложка. Я ем хлеб. Потому что он вас боится. Боится. Так страх надо иметь перед Богом и перед дядей. Он не нарушил. Но в это время поступила на него жалоба. Выйди-ка сюда. Вика. Это твоя сестра? Да. Она сказала, что ты бьешь ее. Правда, нет? Да. Потом значит Кирилл раздевается. Я вру я. Но если это твоя сестра, она моложе тебя. Ты должен ее бить или заступать? Заступать. Ну а ты так не делай. Это ваш? А тогда зачем ты бьешь маленький? Соня Машку, как? Они не слушают тебя. А я тебя тоже бью, потому что ты не слушаешься. Вот и ко мне лес, козайка. А что слушаться надо? Я говорю, чтобы они за тебя заступались. Не давали тебя в обиду. Ты за сестренку должен жизнь положить. Я читал в этой, там, боевики какие-то, что-то там где-то в Дагестане. Ну и арестовали, там, что-то, который народ, там, что-то там непонятно. Ну, главное, она девчонка. И ей лет 14, что ли, и какой ее там арестовали, он что-то не так сделал-то. А он, мальчишка, там стоял, ему лет 14 рядом стоять. Он выскочил из толпы, выхватил автомат у этого и сразу расстрелял его. Вообрази. Это даже, даже представить невозможно. Выхватить из рук автомат и расстрелять за то, что сестренка, он что-то прикоснулся к ней. Вот так надо заботиться. Остановитесь, братья родные. Даша, сегодня подходит ко мне Леонида и просит ударить. Ты просела ударить? Да. Я на большой колокол, большим колокол. Я не даю, потому что боюсь, тяжело, как бы ни ударило. Бьют вот так, тюк-тюк-тюк. И я говорю, ладно, сделай, раз хочет. И она ударила размеренно, точно, сильно. Я просто пример привожу. Если вы проситесь на какое дело, то размеренно, с силой своей. Я теперь разрешена бить большой колокол. Покажи ее. Мы сейчас пойдем, пойдем все вместе. Никуда не разбредаться. Идти на равном расстоянии. Так, все понятно? Здравствуйте. А сколько нас надо? Людей нас посмотрела. А? Сколько людей нас посмотрела? Сколько для меня древние. Сколько прослонов. Прослонов, смотреть, так сказать трудно. На каждом ролике, ну, сколько, 30. А, дежурный. Пошли покушать и пойдемте? Одни и те же. Надежда, на чем сейчас покушают? Покушают. Покушают? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саня, давайте! Четыре! Пошел! Поближе подходите туда во имя Отца и Сына и Святаго Душа. Аминь. Евангелие от Марка, вторая глава. На шестом стихе, да, наверное, остановились? Вот это прочитали с первого по пятый. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах Своих, что Он так богохульствует. Кто может прощать грехи кроме одного Бога? Иисус тотчас узнал Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли Расслабленному, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Говорит Расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали» – толкование блаженного Ферсилака. Парисеи обвиняли Господа в богохульстве за то, что Он отпускал грехи, так как это принадлежит одному Богу. Но Господь дал им и другое знамение Божества Своего – знание сердца их. «Потому что одному Богу известно сердце каждого, как и Пророк говорит, «Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих». Это говорится в 2-е от Паралипоменон 6.30. Паралипоменон – летопись. Слово такое, вы говорите – Паралипоменон. Паралипоменон. Вот. Толкование здесь очень большое. Очень большое. Куда ближе подойдите. Я сказал – куда ближе. Здесь тоже вот солнышко. Чтобы услышали все хорошо. Враг рода человеческого не желает, чтобы мы слышали Слово Божие. А если слышим, чтобы невнимательны были. Чтобы в сердце ничего не осталось. А если останется – ой, лень исполнить. То есть услышал, поверил, исполнил – должно быть три шага. А враг он всегда в подножки ставит. В храме вас сатана подсуживает. Выйти там. Какие-то мысли – ой, да я уже устала. Баба Аня, мне уже 8 лет, я уже устала. А в 10 раз больше бабе Серафимы – она не устала. Это борьба веры и неверия в сердце своем. Ты веришь, что выстоишь в помощи Божьей. Все. А каких-то 50 минут у нас нету батюшки. Не было. И уже за тобой – ой, она пошла, мне тоже можно. О! И тут можно посидеть. Все. А всего минут 15 прошло. Вот это и есть расслабление. Есть расслабление телесное. Расслабленный у нас Сергей Козлов парализован. Есть такой мужчина в Воронеже. Мы заезжали к нему. Он купался и прыгнул. А там ударился обо что-то. Он бревнули обо что-то. И сломал тут позвонки. И достали его. Он уже был синий. Минут через 15 он рассказывал. Уже вообще никакой был. Невменяемый. Мертвый. Но Господь возвратил его к жизни. Сейчас лежит парализованный. Вот любите прыгать не с головой. Нельзя прыгать не исследовав места. А лучше совсем не прыгать. Ну это же интересно. Ну все. Ты будешь расслабленный. А в худшем случае мертвый. Расслабленный. Может быть еще человек душевно. Вы расслаблены утром. Может не все. Но многие. Не высыпайтесь. Можно раньше ложиться. Но раньше вы не хотите. Я высыпаюсь. Проголосуем. Пол девятого. Пожалуйста. У нас демократия. Как и в США. Там все хвалится. Что в США хваленая демократия. У нас тоже демократия. Расслабленный. Ты не слышишь евангельских слов. Не слышишь слов старшего. Это расслабление. Невнимание. Сатана похищает. Господь когда рассказывал притчу. Вот. Вышел сеятель сеять. Фильм искупления. Вы не видели там эту притчу? Показатель искупления. Я считаю самый лучший духовный фильм. 45 или 50 минут идет. Но столько там информации о Господе Иисусе Христе. Самое главное именно название искупления. Показано что искупление рода человеческого произошло. Оно как бы для евреев. Но ко всем относится. И он там рассказывает притчу. Вышел сеятель сеять. И одно упало при дороге. И прилетели птицы. И поклевали то. Ну это видели вы. Он Игорь Александрович сел. И там когда он вез семинат. Ну там щелка образовалась. То есть телеги там. И сыпаться овес стал. И он так посмотрел. Ого неужели ты говорит мое просыпал. А птицы прилетают и клюют. И когда он сеет. Я на сеялке постоял. А он на тракторе. Сзади грачей. Ну я их как посчитать. Они все время летают. И вот так садятся. Садятся туда вперед. Где сеялка прошла. Ну штук 200. Не меньше наверное. Черное аж поле позади. Вот прилетает и похищает. Кто прилетает и в наши умы. И в ваши. И похищает. Сатана. Сейчас вот тоже кто-то внимательно слушает. Кто-то нет. Лукавый прилетает. И похищает. И тут же отошел. И забыл ты уже. Все. Поэтому мы каждый день вас. Игнать Тихонович. Я дядя Володя там. Другие наставляют. Чтобы у вас это все отобразилось. Семя Слова Божие. Прочно засел. Чтобы ты не был расслаблен. Духовно. Расслаблен духовно. Он ленивый человек. Или ребенок. Нерадивый. Противится. Маленькое дело. Говорят. Съешь ты там эту картошечку. Нет. Противится. Но сними ты его в жаркую погоду. Это ко благу. Ты еще не понимаешь. Как здоровью твоему. Противится. Это расслабление. И уже даже противление. Это плохо. Это может быть уже бес сидит в человеке. Если противится сильно. Не надо противиться. Надо иметь навык послушания. Вот Господь Иисус Христос имел этот навык. Он знал на что идет. Он знал сердца человеческие. Он знал свой путь какой. Знал что перед ним будет крестное страдание. Что пронзят руки и ноги. Что будут страшные мучения. И душевные и телесные. Все это он знал. Но он сказал в конце молитвы. Да будет воля твоя. Кому он сказал? Богу Отцу. Да будет воля твоя. Вот надо научиться в жизни всегда так. Помолиться и сказать. Да будет воля твоя. Вот что с нами происходит. Что с вами. Это воля Божья проявляется. Вы здесь не случайно появились. Вы думаете. Вот там мама, папа или кто-то. Бабушку меня отправили. Это их воля. Это Бог так устроил. Их сердца расположил к этому. Они понимают, что лагерь-то настолько полезный вам. Сейчас вот две недели в среду уже будет. И вы уже видно, что уже меняетесь. А дальше больше будет. Больше. Вы в лучшую сторону начнете меняться. А если ты еще свое ято принизишь. Не будешь на своем настаивать. Ты будешь еще быстрее меняться. Вот песнопение, которое мы разучиваем. Вы записывали. Но почему-то не все пели. А почему? Я тетрадку забыл. Лень или что это? Я думаю, что это расслабление. Одна из причин. Тетрадку забыл. Ну а почему ненапряженный живет? Забыл. Забыл это уже где-то грех. Забыл. Это не просто тебе медаль за это надо давать. Ну забыл и все. Погладили тебе по голове. Забыли выключить газ, взрыв в подъезде. Много таких случаев. Забыл там еще что-то сделать. Машину посмотреть. Подкрутить забыл. Гайку. Авария. Забыл это уже где-то грех какой-то. Мешает нам. А главное, что если мы забываем Слово Божие. Вот тут сатана и трудится. И вот птицы вот эти прилетают и клюют наше семя Слово Божие. В одно ухо, говорит, вошло, а другое вышло. Уже видно из вас, кто как на уроке. Я представляю мысль, кто как на уроке сидит. Я сам учитель, поэтому видно. Кто внимательно слушает, а кто невнимательно. Вот и Господь показывает свою силу. В чем еще проявляет. В том, что он расслабленного исцеляет. Прощает ему грехи. Но чтобы удостовериться, это внешне как выражается? Чтобы он встал и пошел. Что это осуществилось. Ведь грехи прощают. Ну кто? Как это можно увидеть? Поэтому это внешнее такое удостоверение. Внешнее проявление проявилось. И еще знание сердец человеческих. Он наше сердце знает, что мы желаем. Что у нас в сердце таится. Или злоба. Или добро. Злость. Или доброе что-то. Злость. 13 по 17 стихи. И вышел Иисус опять к морю. И весь народ пошел к Нему. И Он учил их. Видите, Господь постоянно учил. Вот в подражании Господу. Апостол Павел говорил, подражайте мне, как Я Христу. Игнать Тихость постоянно учит. Везде. На природе с Вами. Везде. За столом. Мы такие склонны ко греху, что надо постоянно Словом Божьим нас орошать. Вот растения если не будешь поливать, ну что с ними будет? На огороде вот дядь Володя поливал не так давно. Кто будет? Погибнут. Так и Словом Божьим нужно наши души орошать. Чтобы совсем мы не погибли. Без Слова Божьего. Без этого духовного хлеба. Сегодня давайте не будем есть вообще. Ну как-то мы работать тогда не станем. Да ой. Сил уже не будет все. Так без Слова Божьего. Без этого духовного хлеба мы тоже не сможем быть сильными и крепкими духовно. Поэтому постоянно нужно научаться Словом Божьим. И вот Игнать Тихонич Вас постоянно научает. Даже самое простое. Как ложку держать. Как вставать. А что мы вставать не умеем? Не умеем. Сегодня в нашей келье Тимоша быстрее всех поднялся. У него изменения очень хорошие. А эти здоровые лежат. Еще кто-то потягается. Быстро вскочил. Все. Лень долой. День начался. Я готов Господи на добрые дела. Вот я Господи. Как пророк Исаи говорит. И он не стоял. Ну а почему он не стоял? Дальше анализирует. И разговаривал. Ну улыбаешься. Улыбаешься. Потому что свой язычок он спрятал. Когда надо он говорить. Когда надо молчить. Паша. Так и надо. Стих Писанин заучил вчера? Я заучил. Ну что-то так. При многословии. Не говорили учить. А для чего дядь Володя знал? Просто полюбоваться и все мне не учить. Любоваться до львов, я держу. Я заучил. Один из стихов. Притча 10-19. У кого такое было? При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свой разумен. Повторим. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свой разумен. Вот один стих используйте, Надя. У вас уже изменения в другую сторону будут. У Паши этот стих писал не был. Да. Вот как раз тебе это было. Богу нашему славу. Веке веково. Веке. Вот кто к нам пришел, посмотрите. А теперь оберитесь вокруг. На место встаньте, побеседовать надо. А вы поздоровайтесь, Шарико. Бог поздоровайтесь. На, подержи его. Да я подержу его, пожалуйста. Подержи его. Подержите за цепочку. Сейчас я принесу одну деталь. Я держу. У меня вообще собаки дома нет. Устаем туда. Устаем. Устаем туда. Устаем туда. Надо на картоночку приклеить. На картоночку. Вы так не мните. Чтобы они не сотни. Устаем туда. Устаем туда. Устаем. Устаем туда. А на велосипеде ели ветер сильно обдувает, тело закаляется, не нужно отлетает. А вы думаете, вот я здесь, да еще подбородок куда-то суну, вы смотрите еще, только отбыстров здесь. Вы отсюда даже уехать другими, здоровыми, крепкими, веселыми, умными. Смотрите сегодня, какая у нас работа будет. Такой работы, я думаю, мало у кого. Вчера приходит к нам наш староста, брат Игорь Барабаш, и говорит, у него сошник потерялся, я правильно говорю? Да, да. Это когда они там сеют, особая сеянка по стерне. Ну вот так и круглая, круглая вот такая вот, диск такой, а на нем здесь стержень стоит, больше ничего нет. И он у него потерялся. Он приехал домой, а его нету нигде. Теперь трава вырастет, так и пропал. А это ему надо купить где-то деньги, ехать, неизвестно. Ее надо найти. Поле 40 гектаров. А как найти? Ну найти как? Искать не надо, его видно было. У него края здесь блестящие. Она перевернута. Я знаю как. Что надо ему? Он говорит, знает как найти. Да кто тебя спрашивает, выскакиваешься, двойка за поведение. Ну знаешь как. Когда спросят, тогда выскочили. Выскочки не надо быть. Так, шарик, дайте мне шарик кто-нибудь выведи сюда. Сюда, выведи его, чтобы видно было. Выйди сюда. Мы уже поймали одну. Это его территория, вот видишь. Мы возьмем с тобой шарика. О, о, о. Собакой можно найти, но железку не найти, потому что давно потеряли. Но есть запаха трактора внести. Карасья, а ты что ел? Вы зубами не мучайтесь. Вы берите, которое хорошее помарин, или как там называются. Пальцем десны. Нет. Десны, маленько, помассажируй. Он даже не слышит ничего. Все. Ты сам себя уже забыл. Я вижу, они то ли едят это, или еще пасту-то. А это паста куда? У нас был один, он прям на кусочек намазывали. Он всю пасту съел, что было здесь. Ну, наелся один раз и больше не стал. Так вот, вы с зубами сначала закончили. Вот так вот, помассажируйте десны. Это полезно. А зубы вот так вот тереть все время-то не надо. Вы эмаль портите. Вы без зуба и все будете. Не ешьте конфеты никакие никогда. Никогда. В конфеты заложен такой материал, который по договору со стоматологами, видимо. Чтобы у тебя корея зубов там все это было. И потом хорожа будешь ходить деньги платить. Большие деньги. Понял? Когда говорят другие, стой. Нам нужно найти. Ну, как ее найти? Прочесать надо это поле. Ну, у нас кто взрослые? Вот двое. Ну, я взрослый. Валентина, пойдешь с нами? Найти надо. Ну, кто может, значит, пойти? Между нами поставить маленьких ребёнок. Между взрослыми трое детей. Я посмотрел, так примерно так и получается. По трое. Между расстоянием, между каждым, ну, может быть метров 10. Ну, как отсюда, ну, даже до березы вот так вот. Такое расстояние может быть. Следующий идет, потом взрослый. Взрослый осматривает все, а дети только друг до друга. Они будут сбиваться в кучу, я уже знаю, они что. Они будут что-то брать. Ничем не заниматься, только поезд. Мы еще у батюшки зайдем, может быть, собаченку выпросим. Два собачьих носа будем искать. Это от кладбища дойти до железной дороги. Вот где кладбище, второе кладбище. И до лесополосы. Нарисовали план, Виктор Николаевич показывает, я не пойму. Я пошел к Игорю, я говорю, вези меня туда. Он сел за машину, подергал, не идет, гудеть, гудеть не идет. Ну, пошли во вторую машину, вторая не идет. Он выгнал третью машину. Времени совершенно нету. Игорь делает работу за несколько человек. Свою машину, на днях только у него, что-то случилось. Надо было дать на ремонт. Новая машина, иномарка. 50 тысяч отдал сразу. 50 тысяч. Это мне пенсия. Мне не надо ни пить, ни есть год, чтобы один ремонт этот сделать. А то иномарка, я из-за чего попутно ставить нашу газельку. Куляк, дескать, русского производства. Я говорю, ты мог бы от нынче у нас ехать до Мурманска и дальше? Ты до своей иномарки мог бы доехать? Он говорит, нет. Он даже туда не мог бы доехать. Прекратить хулить нашу белую лебедушку. Наша машина чудесная. Она три раза по экватору прошла вокруг земного шара за 7,5 месяцев. Что-то стоит. Так она не просто шла. Она по бездорожью сколько шла. По пескам. По грязи. И 700-800 килограмм весу. И 7 человек в него могло вместиться. Значит, нам нужно найти вот такую деталь. Она будет, может, краешки у нее чистые, которые землю разрезали. Они блестят на солнце. Мы зайдем к ним. Так, рукава натянула, плечи. Дать ей надо духовку. Затолкать ее, в духовке будешь сидеть. Вот. Ты сама показываешь, что я мерзну. Ты виду уже никогда не подай. Никогда не подавай. Ты виду, что тебе плохо. Тебя в это место будут бить обязательно. Если следователь тебя допрашивает и узнает, что ты по мамке тоскуешь, он тебя этим будет мучить все время теперь. Мамкин голод запишет, что она говорит. И в другой комнате будет говорить, будто мать твою мучает. Ты детей любишь, ребенка запишут, плачущего, а он с ума сходит теперь. И все расскажет, что нельзя говорить. Он десятерых заложит. Никогда не подавайтесь на локти дьявола. Я попутанно все это говорю. Как злашанисты говорят, переступил порог тюрьмы, скажи, я пришел умереть. И все. Сдохли собаки. Они больше ничего со мной не сделают. Он начинает пугать. А чем ты пугаешь? Глаза выколешь. А я пришел умереть. А глаза это меньше жизни. Он начинает говорить, да я тебе-то жену, да ребятишек. Я умер, меня нет. Я умер. Помните, как я легенда. Он говорит, умерли все. Она доказывает живые. Нет, умерли все. 500 миллионов людоедов осталось. Все умерли. Вот я сейчас еще один поворот сделаю. Сейчас закончим. Это надо увидеть, найти и его обратить. Сколько он нам добра делает. Дружи добровольцы, которые точно будут выполнять. Никуда не отвлекаются. Просто идти глазами смотреть. Забирает всех. Поднять все руки. Кто не добровольец, поднимай руку, кто не будет. Он пожалеет, что не пойдет. Не хотел помочь хорошему человеку. Так, кто руку не поднял, выйди сюда. Так, вот три. Так, вы не хотите, дяде Игорю, помочь найти деталь? Который стеет на хлеб. Стань на место, ты хочешь. Так, стой туда. Так, ты не хочешь? Я медленно иду. А? Тянем, быстрее побежишь. Я крапиву возьму, ты быстро будешь бегать. Медленно идешь. У тебя ноги работают. Ходить не по асфальту. Прекрасный воздух. Медленно ходишь. А вот на березой обратно. Ну-ка, бейди. Бей вон на березу. Назад. Только еще быстрее. Войти мы там тише будем. Пойдет. Так, пойдешь? Пойдешь? Пойдешь искать? Да. Да не понял, снова выйди. Ты хочешь пойти добровольно дяде Игорю найти эту потерянную деталь? Не знаешь. Вот эти, они две рядом. И туда пшенищинки проваливаются. Вот он. Вот они, друзья. Встретились. Ой, ой. Ой. Все. Все. Дружок твой. И тут пшенищинки вот так вот. И они с земли закапываются. Из пшенищинки вырастет пшеница. Потом ее померят, будет мука. Из муки хлеб тряпают. Ты каждый день хлеб ешь. Ты хочешь помочь, чтобы хлеб рос? Скажи прямо, хочу или не хочу? Хочу. Добровольно. Я тебя не принуждаю. А то папа посмотрит и скажет, что у меня сын больной. Его надо только на носилках носить. Он ходить не умеет. Его только в мешке надо переносить. Я умею. Как? Я умею водить. Умеешь? Замечательно. Подолись. Что, Игнать? Игнать, Тихонич, по поводу нарушителей, которые здесь у нас друг друга палочками тычут и бьют. Вот смотрите, как надо жить. Говорят, когда плохо живут, говорят, живут как кошка с собакой. Вот кошка с собакой. Вот такой пример возьмите. Вот кошка с собакой. Шарик, иди к своему дружку. Иди туда, иди туда, иди туда, иди туда, иди туда, иди туда, иди туда. Вот он, пожалуйста. Он даже не глядит. Они едят с одной чашки. Ой, чудесный песик. Мы называем маленькая собачка с большим сердцем. Значит, сейчас до завтрака делать, я тут не знаю, не вмешиваю. Потом пойдем, зайдем к батюшке, благословимся, посмотрим эту деталь и сразу идем на кладбище. Потому что от кладбища начинается полоса. На кладбище мы помолимся. Там моя мама похоронена, бабушка. Дядя там вся наша родня. Паша, слушай, надо. И тогда пойдем. Ничего не надо, только смотреть, никуда не отвлекаться. Друг от друга на 10 метров. Старшие смотрите. Они где он там прошел, и там полоски остались. По своей полоске каждый идет. Не надо сворачивать никуда. Будем идти быстро и хорошо смотреть. Не отвлекаться. Если мы найдем, это уже мы оправдали все. Мы перед дядей Игорем должны на коленях стоять, не просто так. Он все привозит, он дает, он везде содействует. Ну, это труженик настоящий. Мне вчера он рассказал какой-то, верите, нет? Я чуть обратно не стал террористом. Что он рассказал мне? Что в стране делается? Я же не знаю, что здесь делается. Это ужас какой-то невероятный. И штрафует за то, что у него сертификата нет, что посеял в сервисе. Кто когда знал? Приехал какой-то человек из Германии. Позвонил ему батюшка, отец Олег Романовского района, которому наши ездили в Благовесску. И говорит, там приехал из Германии человек. И взял землю. Ну, люди-то бросают работать нещем. У него, видимо, деньги есть. И он там посеял пшеницу. Отдельно занялся картошкой посадил. Отдельно стал разводить какие-то ягоды. Это вообще невиданное дело. И вдруг приходит комиссия. А вы где картошку брали, садили? Ну как, у население купил. А этого делать нельзя. Только у нас надо брать сертификат. Штраф тебе 500 тысяч рублей. Полмиллиона. Я в машине сидел, говорит, а фонареть надо. Даже неверующий. Это ни Гитлер, ни Чингисхан этого не делал. Что у нас в стране делается? Почему президенту Путина не сообщают об этом? Труженик сельского хозяйства – это главная фигура в стране. Главная. Не священник. Не учитель. Потому что это идет оттуда только. Если нет этого, нет ни священника, никого не будет. Хлеба нет. Скотины нет. Все умерли. Умерли все. Остались одни 500 миллионов людоедов. А что это такое? А это администрация. Это администрация. Вот эти все коррупционеры, они сидят, которые не работают, только вот 500 тысяч. И он говорит, не знаю, что делать теперь. Я даже не знаю, помолимся о таких людях. Я говорить даже не могу. Мы привезли книги в одном, ну, в большом стиле. С библиотекарем, говорю, муж вышел, говорит, вы книги возите из дыря. Не книги надо возить, вы автоматы привезите нам. Сметать эту власть надо, чтобы духу ее не было. Я говорю, это мы делать не можем. Мы будем молиться за эту власть. Но то, что с сельским хозяйством делает, это не было от начала мира такого безумия. Уничтожать своего кормильца. Это ни один завоеватель, ни Тимирлан, никто не делал. Никто никогда, сколько земля существует. Никогда. Это у нас делается. В Японии маленькие участки у людей, это, ну, гектара 2-3. Маленькие. Но рис, это государственная независимость. Их нельзя на колени поставить. У нас сейчас магазины закрой, доступы из-за границы продуктов. Все кончилось, ничего нет, зубы на полок. Но мы еще пока держимся. Как люди работают, понять. Игорь у нас в стропу это еще щадящее. Там по 5 тысяч приходят. А где взял картошку? Покупай у меня. Я тебе выдам бумажку, сертификат. Что мы не знаем, что картошка отличается от кукурузы. Кукуруза отличается от проса. То есть они придумывают кабинеты разные. Людей туда сажают, своих, которые не работают. Бумажки будут выдавать. И за такие деньги. Но это рано или поздно кончится. Поэтому эту власть никто защищать не будет. Она никому не нужна, людоедская власть. Это манкурты. Это я вчера только что узнал. Он меня как будто об ухом ударил. Я не мог не разговаривать. Да что же делать тут? Я еще пока не решил, но так просто не оставлю. В первую очередь я стану на колени. Вразуми президента, всех, Господи. Что они делают? Они уничтожают страну. Это самые лютые враги. Не чеченцы враги, не украинцы. А они там у них сидят в Кремле. Которые издают эти проклятые, богом ненавистные законы. Вам понятно, о чем молиться? Мы не можем не воевать. Мы можем только молиться. Господи, дай ему ума, совесть пробуди. Что они делают? Они могут накладывать налоги на депутатов. Они не накладывают. Но не трожьте того, кто землю обрабатывает. Вот и вся жизнь наша. Земледелие, богом, основно в раю было обрабатывать и в раю. В раю, это райская специальность. Земля несет нравственное начало. Вот на земле работаете. Где земля? Деревья. Это огород. Бородство с жуков. Мы все вокруг этого. Земля это скотина. Земля это рыба. Это все труженики. Но главный из них это хлеб. Мы молимся не об арбузах, а хлеб нас насущен. Дай нам на этот день. Мы молимся о хлебе. Мы молимся, чтобы у Игоря не терялись эти страшники. Земля была заброшена твердо и оторвала его. Вам понятно, что говорю? Это не трудно для понимания? Нет. Как трудно хлеб достается. Так, займите своими детьми. Я сильно-сильно вчера был расстроен. Даже высказать невозможно. Застал, молодец. Маленький. Игорь Кобокаренко. Сегодня за 2 июня 2015 года, мы подошли к батюшкам и домам. Мы до Леха вы направились. Стойте на место, вы где-то китай. Стоп, но мы... До Леха пошли. Куда пошли? К батюшкам. А? Куда пошли? Вчера пришел к нам Егорь Барабаш. Ну и... Помогите, помогите ему. Да, найти. Потерянная вещь, мы пришли благословиться. Давайте с Богом. Вы так цепочкой раз это и... Мы так и делаем. Мы хотели попросить тебя собачку с собой. Нет, не надо. Кого там? Не надо. Она говорит только мешать вам. Это дроба там. Дроба-то? Где? Где? Кто вас? Там тапочки кому-то и письмо. Ладно? Все. С Богом давай. Игорь дома? Игорь, вот смотри батюшка благословит. Благослови еще большое. Когда я? Да. Игорь, вот смотри. Ты головой не крути. Когда я был дома, часа полтора назад, он был дома. Сейчас не знаю. Сейчас идемте туда, там остановимся. А ты снимай, когда я говорю с батюшкой два раз благословляет, и ты головой идешь где-то. Да я думал, увидите. Игорь, увидите. Игорь, увидите. Не надо думать. Ты глазами туда и сюда смотришь. Давай, давай. Давай, давай. А там прежнюю съемку видишь. А сколько раз говорю? Разбежку глаза, чтоб шлили. Давай я его выдуму. Да не лезьте к нему. Ну-ка, хватит. Что это за отвали такое? За словечки для христианки. Дядя Игорь покажет деталь, какую надо искать, и расскажет ее назначение. Так, насколько возможно, кратко объясни назначение ее, важность ее. Это диска до половины сошника. Идут вот таких вот два диска. Два диска идут по полю, они врезаются в землю. Перед этим разрезанная земля, там уже щель маленькая есть, и оно сильнее разрезает землю. Семя попадает вовнутрь, а следом катится колесико и прикатывает это. И вот одна половинка такая потерялась. Она держится-то только вот краешком немножечко. И она, земля твердая, разболтала ее. У нас в кабине-то он не видит, потерялась, не потерялась. Ну, а потом уже заметил, когда уже. А примерно нельзя узнать, сколько она стоит? Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю пока. Это далеко, это с Краснодарского края. Так, мы просим твоего благословения, хотя бы словесного. Со спины можешь, у меня когда кто-то приходит, но я не священник, он уходит, я в дверях его благословляю. Так, мне это не запрещено. Так что мы сейчас пойдем, ты нас благослови, мы через этот ход пойдем. Ну, видели все? Да. Она может лежать этой стороной и блестеть, а может этой. Эта тоже маленько блестит. Никакой игры, никуда глаза не отворачивать. На равном расстоянии идти, а вы сейчас начнете друг другу, отставать начнете. Это не годится. Если один отставал, все стоят на одном месте. Все понятно? Да. Так, идемте вперед. Так. Там еще, если что, молоток у меня отвертый. Молоток вот такой с красной ручкой. Тоже где-то торопишься. Большой. Так. Раз, где твой напарник? Ура, где, вот, здесь, давай. Быстро, потом. Девочки, стой. Девочки, стой. Ура, 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 ура... И, мать, и, мать... Покажите! Ура! Сохранство там находится... Не маленько технике degradation... Ура, мать, и, мать... Что жри? Да, присоединяйтесь. Ах, 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 ах! Это выиграет барабаша техника. ТТ-75, там Беларусь, комбайн. Ваня, Ваня большой, ты пылишь. Поднимайте ноги. Никита, скажи, что указание особое надо? Нет, нет, он предлагал, я сам отказал. А ты отдал сразу мне. Никита, человек одной рукой держит аппаратуру. Ты всю технику покажи пока. Покажи, это как раз сено собирают. Да, там сено возят, селки, пояснение, давай. Ну, много. Попробуй, это, по крайней мере, пропал все детали. Поясняй, какая погода, что, число. Все время, чтобы у тебя информация шла. Мы ему поможем ее найти. Жду пропал, чтобы не пропал. Сейчас маленько пробежать. Бывай, внимание, ноги пыли. Пробежать маленько можете? Да. Давайте я поеду сейчас, а вы за мной пробегите, вон хотя бы до садов. Все, пошел. Мне тяжело бережать. Андрей! Андрей, ждай! Вика, догоняй! Ну, давайте, спортсменки. У нас гофты можно. Юные. А, ничего, айсту убедим. Я не могу. Вот, догоняй. Ку-ка. Котовки тебе помочь? Ой, поводья! Посмотрите, у березы какой интересный сучок. Подходите быстрее сюда, не тянитесь шагом. Поскорее подходите. Вот смотрите, сколько тянется. Это 12 метров, и он не отламывается ничего. Это так в природе уже Господь устроил. Мы сейчас увидим большую капу. Капа это нарост на дереве. Я больше нигде не видал такой большой капы, как медведь. Будто обнял медведь березу и лезет. Мы там сфотографируемся. Мы сейчас покажем, где берем малину. Куда потрешься ты? Куда пошли? Иди сюда рядом. Зачем ты? Это не то, что ты знаешь что-то, а просто недисциплинированный. Вперед больше не шагу. Мы сейчас зайдем, где будет малина, посмотрим, где у нас много клубники. Каждый день будем туда ходить. Комаров не бойтесь. У него прямо лицо сморшутое. Я же на этих комарах стою еще. Пусть он рукой раз провел. У него с головы убирай комаров. Я сейчас буду вам показывать. Смотрите, вот береза какая. И у нее как стучок. Мы маленькие были, на него залазили и сидели. Смотри. Мне кажется, это береза самая стояла. Да, да, да. Я сюда поднимался. Да, я поднимался. Вот видите, слева сейчас, вы видите, большие ямы. Там держали пчел, амшалу. По семьдесят пять колодок. Вы еще не услышите, так далеко. У вас в уши никакой нет оставаться. Это просто плевочка такая. Ну, нехорошо это. Ну, придите, вот маленько. Вот, посмотрите. Налево. Вот это кусты растут. Налево, смотрите. Сейчас мы сюда маленько заглянем. Чтобы вы поняли, что такое амшанник. Вы это слово-то не знаете. Ну, кто знал до этого слова амшанник? Никто. Это место, где зимуют пчелы. Давайте заглянем туда. Только идти за мной свет в след. Ксения, куда пошла? Оглянись назад. Я только сейчас про это говорю. Никуда вперед. Вы знаете, что такое волчий след? Да. Это означает нога в ногу. Чтобы меня посмотреть, у них своя жизнь идет. Сюда иди. Это никуда не денется. Когда я говорю, стойте рядом все. Видите сзади мотоцикл? Что это означает? Ждет, пока мы уйдем. Это означает, что Виктор Николаевич сейчас сзади еще соблюдает. Сейчас мы зайдем, посмотрим один амшанник. Вот я как иду, идти след в след. В сторону не шагаю, волчий след сделаем. Шагайте за мной. Рядышком никто не идет. Все друг за другом. Вот здесь все следы. Там я, поэтому след в след. Все, идите. Ты что? Вперед меня. Подходите сюда. Где-то благородская травка что ли? Да, она тут вся полностью. Кто посмотрел, можете чуть-чуть назад, на второй план. Рядом, стойте здесь. Посмотрите. Это лох прям такой. Вот смотри. Здесь ставились несколько этажей ульи зимой. Мы их сюда носили. В колхозе были. Вот, посмотри. Какая яма огромная. Я не знаю, тут метр четыре это свободная глубина. Так это прошло как... Тут все обрушивалось и что-то только не было. Это уже, ну сколько лет, восемьдесят прошло. Двадцать, сорок. Да, примерно так. Не восемьдесят, но шестьдесят-то было уже. Это была большая яма. Копали ее, как правило, вручную. Видите, земля на все стороны. Это означает, ее лопатами копали. А потом вот это наросло. Мы отсюда выбирали хорошие прямые, которые желудочно нужны были. Это амшанник. Все должны где-то передымывать. Так, обратно идти след в след. А для чего? Для того, чтобы не перетоптать траву. Никуда в сторону. Кто-то уже пробежал в стороне. Проходите. Видишь, вот кто-то пробежал уже. Это чья-то нога. Амшанник. Идем дальше. Сейчас посмотрим, где мы будем брать полежи. Это мы попутали все. Так, дорогу. Что хотелось зашариться? Я! Проделать. 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 Расскажите, сколько цветов налево. Это крова такая, вы видите. Только дождя было. Мы где прошли, а ты идешь заворачивать-то? Нет. А? Нет, ну вы хотели по ложе-то идти, да? Да не по ложе, где малина. А, где малина? Там. А, наверное, пошли и прошли. А ну-ка назад. Борь мне больше. Борь мне больше. Борь мне больше. Проходите все сюда. Тут можно идти как хочешь. Не обязательно волчьим следом. Ну, для места. Вот, подходите. Здесь клубнику будут смотреть. Сейчас мы увидим. А, да, больно не пьешь. Тут там много комаров. Все. Вот впереди малина у нас. Вот малина. Вон дальше идет. А это клубника. Это совсем рядом с нами. Мы сюда будем бегать и брать почти каждый день. Когда будет поспевать. Вот запомните это место. Это бывшие сады колхозные. И здесь был заведующим насаждал немец. Эрлих Яков Севастьянович. Немцы у нас были. Это очень порядочные люди. Все знающие. Он был маркетант. Что такое маркетант? Словята не знаете. Это человек, который ходит и обделывает скотину. Он кастрировал. Его везде звали. У него, кажется, пять сыновей было. Вальтер, Артур, Роберт. А сюда кто приезжал? Роберт. А потом приезжал Артур. Мы с ним вместе учились. Он учил со мной почти в одном классе. Очень хороший человек. Они приезжают каждый год сюда. Роберт это другой такой. Этот настоящий немец. Этот он и немцев не видал. Где жил? Работяги, труженики. Мать у них была Катя. И она по-русски-то ей трудно было говорить. Она пришла и хотела сказать. А она была птичницей. Какой жирный селезень. Она забыла как. Ой, жирный уткин муж. А мы на печке сидели и смеялись. Но мы-то не можем сказать. По-немецки это. Зер гут энтерих. У меня нет этого словаря. Это не было. Я что мог сказать-то? Энте утка энтерих. Это значит уткин муж. Понятно? Нам надо не смеяться, а учиться. Вот здесь была вишня. Здесь большие яблоки вот такие росли. Они их охраняли здесь. Здесь много малины было. Я не знаю, еще тут только не было. Он немец. И тут видите, вот эта лесополоса из клена. Защитная полоса. Здесь как микроклимат особый. Вот. Мы вспоминаем прошлое. Пойдемте. Поклон от дяди Коли Кручины. Я позвонил. Она не родила? Да, нет. Ну, а слушай, я ее знал, потому что... Там где начало июля, там может быть и конец июня. Там знаешь, кто-то оттуда. Маленьких возьмите за руку и быстро шагайте, чтобы не ждать. Больше полтора метра не отставайте. У нас времени нет. Давайте. Сейчас жара будет, она будет сюда заходить. Здорово. Я буду шагать. Так не отстаем. Маленький, чтобы сзади не... Вперед меня. Маленький, чтобы сзади не было. Я. А кто фотографирует? Давайте. Больше капли я в жизни не видал. Она обычно совсем маленькая бывает. Как? Ну, все стоите тут. Все, да-да-да, туда. Все, поши так, девочки. Быстро. Чтобы друг друга видели. Встаньте так, чтобы один другого не закрывал. Я сказал, туда идти. Ну, что за фокусы еще? Садись. Так, поплотнее. Поплотнее. Так, все, ладно. Внимание. Чемотей, Вика, поплотнее. Внимание. Никто никуда не отмечается. Андрей привык убегать. Это не годится. Так, Фрося, встань, мы тебя сфотографируем. Так, давай. Стойте на месте. Держи его. Шарик. Шарик возьмите. Возьми у заошедник. Пойдем. Так, сфотографируй. Никита, иди сюда, щахты меня. Положи велосипед. Быстрее. На, наведи. Все видно. Сфотографируй. Аккуратно. О, мы с шариком. Ого. Давай. Сделай несколько снимков. Улыбка всем. По-американски широкая улыбка. Давай. Чиз. О, уходим. Памятные снимки, потом в интернете все найдете. Тотя, ты меня видишь. Тотя. На. За тебя, Леонида. За Леонида я. За тебя, я. Работа у нас пошла. Прогонка. На. 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 За тебя. А. Быстрее, быстрее подходите сюда. Вот подорожник Ну-ка давайте шагу Вот посмотрите, какая местность у нас Что здесь растет Вот она стоит, выше ее Насколько трава Вот она где Подорожник, вот я держу ладонь моя Смотри, вот ладонь я растопырил И она еще не весь закрывает Это подорожник Когда-то я готовил лекарство Это репей Сок нажать из него Подорожник мы здесь брали Крапива и потом, кажется, три части меда И потом какое-то время настаивается Это когда внутреннее есть кровотечение у человека Интересно, неделя проходит вообще полностью Как будто бы никогда не было Ну, порция, конечно Ложки две надо Ну, я нажал ее там чуть-чуть у ведра Смотри, видели, нет? Экологически чистый продукт Вот что-то порезал палец На его помощился По дорожникам замотал Вот так, подержал сколько-сколько Ничего нету больше Держи Как тебе рука-то? Нормально Ну все, видишь, как нормально Я тебе сказал А врача на тебя замучила бы Бюллетень выписывала Носы у него убирайте Так, идемте дальше Паралели коленей друг к другу На коленке ставят Дурчане Это друзья Ты меня друг! Да Да Там, маль sanit Ребильных М grill М égal Пô ж ты мне Въеду Сюда,고요 Мы relaxing По грязи невозможно проехать Капот Капот Подорожник Понимаете? Пусть они покажут дело Его никто не выращивает Огромный какой Это лекарственный И вот в дверях Вот этот зависть получит Ряд у вас син Посмотрите сколько арсинок растет Одним местом следует Чтобы это было не получилось По траве Кирилл Не ходи По траве Кирилл Не ходи С чем ты залезешь? Волчим следом Проходим Вот потеряюское кладбище здесь Вот потеряюское кладбище здесь Попалим? Я первую кладбищу кладбищу Почему? Ну не знаю Мама 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот наш лагерь старт, насколько длинный, с подянной цепочкой, так сказать, что он не любит барбаша. Скажите, готовы? Давай, пошли цепочки. Замыкающие. Замыкающие. Кирилл, не забегай вперед. Кирилл, не забегай вперед, Ксюша, Тимофей, ну-ка назад. Кирилл, не забегай вперед. 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 Ваня, подтянись! Ну что плутешь это? Ваня, подтянись! Если что-то железное найдете, то тоже поднимайте! Ложь молоток какой найдете, еще что-нибудь? Леонида, подтянись! 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 Куда? Вперед пошли! В одну линию идем! Скоро. Леонида, подтянись! Грунына, подтянись! Аiff! Леонида, подтянись! Пошли в крутом поляре. 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 Пошли в крутом поляре.